Пленин и ФСАР боевики раскрыли роль Турции в формировании Ан-Нусры 5.12.2020 года, обновлено 5.34.2020 года, РИА Новости, Михаил Воскресенский, сирийские ополченцы на позициях напротив Джабхат Ан-Нусры в пригороде Алипа. РИА Новости, Михаил Воскресенский, Алипа, Сирия, 4 фифрия новости. Боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алипа, рассказывали о роли Турции в формировании террористической группировки Джабхат Ан-Нусра. В ходе боев между сирийской армией и отрядами боевиков в пригороде Алипа в плен к военным попали два террориста оба граждане Сирии. Один из них уроженец населенного пункта Тыбни по имени Махмуд Аль-Наджим. Позывной Абу Абдала 1985 года рождения. По словам боевика, сначала в городе был сформирован отряд сирийской свободной армии светской оппозиции. Потом, при появлении в этих краях отрядов Джабхат Ан-Нусры, начались столкновения между светскими и радикальными оппозиционерами. Аль-Наджим вместе со своими родственниками решил сбежать в Турцию, однако его задержала полиция этой страны, которая, как утверждает боевик, заставила его вступить в Джабхат Ан-Нусру. «Намред, сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне Джабхата Ан-Нусры, то они убьют или арестуют мою семью. Они дали мне зарплату в 100 долларов», — рассказал боевик на допросе с сирийским военным. «Вчера, 22.39. Война в Сирии». Сирия отвергла обвинения США в репрессиях беженцев из лагеря Рукбан. В рядах группировки боевик получил специализацию пулеметчика. В этом качестве ему довелось воевать по всей Сирии. На вопрос, почему боевики обстреливают город Алипа, он ответил, «Наш командир сказал, что это приведет к ненависти гражданских к сирийским и русским военным». Второй пленный Хусейн Абдул-Азиз, позывной Абу-Удей, уроженец города Дейр-Хафер. «Моей семье не хватало денег на еду, а этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах Ахра-Раш-Шам, СССР, Бригада Зиньки. Все эти группы входили в состав Джипхата Нусры», — рассказал он на допросе. По его словам, в рядах боевиков сейчас воюют пакистанские и афганские отряды. В плен Абдул-Азиз, согласно его утверждению, попал, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Раш-1-5 в Алипо. Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алипо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алипо. «Вчера, 13-17 Путин и Эрдоган контактируют по Сирии», — заявил Песков. «Вчера, 13-17 Путин и Эрдоган контактируют по Сирии».